Диваны, стулья, тумбочки сегодня буквально плавали по цокольному этажу торгового центра ярмарка в Чубаксарах. Потоп напоминал юг России, где вода смывает все на своем пути, и так же, как и жители южных регионов страны, работники торгового центра хватались за головы и за имущество, пытаясь его спасти. Наш корреспондент Наталья Гордеева переобулась в резиновые сапоги и отправилась в эпицентр событий. Некогда холл торгового комплекса, теперь утиный пруд. Гулять здесь можно только в резиновых сапожках. Последствия наводнений устраняют сами арендаторы и работники торгового комплекса. Что будет дальше, будет известно только вечером. Потоп для арендаторов не новость. Трубу прорывают уже дважды. В прошлый раз лился кипяток. В этот раз повезло. Обычная вода. Со слов предпринимателей, администрация торгового центра не хочет нести ответственность за случившееся и компенсировать убытки. То есть, не знаем мы как работать, мы устали. Правда, честно, мы устали. Мы хотим спокойно и нормально работать. Мы платим за аренду неплохие деньги. У нас очень немаленькая здесь арендная плата. Мы хотим, чтобы у нас было нормальное, спокойное и хорошее условие для того, чтобы мы могли с людьми общаться, предлагать им качественный товар, и чтобы мы не занимались какой-то чисткой воды, еще чем-либо. Мы хотим работать. С 9 утра работники торгового центра, вооружившись ведрами, совками и лопатами, убирают воду. Она не только на полу, но и течет со стен. Аварийные службы устранять последствия начнут только завтра. На рынке ярмарка произошло повреждение водовода диаметром 900 мм. Водовод отключили от линии. Утечка устранена. Повреждения устранять будем завтра. Все потребители с водой. Информации о том, что кого-то там затопило и какие-то нанесены ущербы, в Центральную диспетчерскую службу АВД-канал не поступало на данный момент. А пока завтра не наступило, у работников торгового центра есть сегодня, чтобы закончить с уборкой воды и приступить к подсчету убытков. Наталья Гордеева, Сергей Емелянов, Республика.